Мухаммад Курбан, контекст весь ваших рассуждений, если я упустил какую-то ключевую деталь, пожалуйста, вставьте ее, то есть общую картину, то, что вы изначально объясняли нам, что есть в этом мире две силы, противоборствующие вечно, то есть вечно, покуда до скончания времен, скажем так. И сказали, что суть этих двух сторон, в максимальной мере, каждый из сторон проявилась, почему общая, опять-таки, в контексте, чего мы находимся, события, описание событий, значимости событий Кербеля. Так вот, вы говорите, что значимость заключается в том, что в этот момент проявился апогей уродства и апогей благородства. Что эти две стороны стали, проявили себя в максимальной степени. То есть, допустим, теоретически кто-то также может в максимальной степени обладать благородством или обладать этим уродством моральным, нравственным. Но это может никогда не проявиться в такой мере. То есть, можно подумать, что человек-то нормальный. На самом деле, в душе у него будет та же самая гниль, то есть, та же самая гнилая суть, которая проявилась в Кербеле среди врагов имама Хусейна, алей-салям. Так вот, и в контексте этих двух сторон, и описание событий, и в контексте высказывания Зейна, что она не видела ничего, то есть, все, что она видела там, это была красота. И вы начали описывать, как ни странно, другую сторону уродства. Уродство, когда нечто скверное, как сказано в Коране, вы сказали, осквернили скверное практически, насколько я понял. Я еще думал над вашими словами. Осквернили скверное, то есть, что-то было и так скверным, они еще осквернили скверное. И описывали нам уродство одной стороны. Если у вас еще примеры, описания, чтобы нам лучше было ясно, то приведите, если нет, то в любом случае, слово за вами. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. На самом деле, об уродстве, то есть, я подчеркну этот важный момент, что когда Убейдуллах ибнезиад обратился к ее светлости Зейнаб и сказал ей, каково тебе то, как поступил Бог с твоим братом, то, что сделал Бог с твоим братом. Она сказала, я ничего кроме красоты не видел. Здесь мы, обращаясь к самому событию Ашры, к тому, что произошло, мы видим разные проявления, разные стороны, разные грани этого события, того, что там произошло в Кербеле. И в первую очередь, это уродство, то, как раз, о чем вы напомнили. И это уродство во всех действиях этой стороны проявляется. То есть, это та же самая, например, история с водой. Каждый шаг, каждая минута, каждая доля секунды, оно является проявлением в наихудшей степени уродства, которое вообще возможно в человеке. Обратите внимание, имам Зейнаб ибдин, алейхи салат ва салам, говорит удивительнейшую вещь. И мы должны понять, что то, что исходит из уст его светлости, имама Саджеда, алейхи салат ва салам, не является преувеличением или преуменьшением, является самой, что ни на есть, действительностью, реальностью и правдой. То есть, мы здесь не должны подумать, что имам Саджед, алейхи салат ва салам, следствие тех или иных причин, просто преувеличил. Что говорит его светлость? Когда его светлость, имам Саджед, алейхи салат ва салам, достиг Медины, и очень часто многие люди приходили к нему, спрашивали, интересовались относительно событий, которые произошли. Это было вполне естественно. И вот что сказала его светлость имам Саджед, алейхи салат ва салам. Он сказал, если бы, если бы его светлость, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, завещал бы своей умме угнетать нас, убивать нас, то эта умма не способна была бы сделать себя лучше, чем то, что сделали они. То есть, проявить несправедливость, проявить злобу, проявить жестокость, большую, чем проявили эти люди, просто невозможно. Это имам Саджед, это из его уст прозвучало. Из уст человека, который оценивает реальность и действительность в точности. Без каких-либо преувеличений или преуменьшений. То есть, они достигли совершенства в этом деле, если так можно выразить. Совершенно верно. То есть, в своем уродстве, если так можно сказать, они достигли совершенства, идеала. То самое дно на самом деле. Совершенно верно. Это к чему я? К тому, что каждое действие, каждый шаг, который мы наблюдаем, мы видим уродство. Опять-таки, из этого мы должны извлекать урок. Извлекать урок. Потому что мы здесь видим противостояние одной стороны с другой стороной. И с этой стороной ассоциируется все то, что противостоит этой стороне. Все. Абсолютно. Без исключения. Независимо от того, принимали ли они участие в этом убийстве. Принимали ли они довольны. Или вообще знают ли об этом убийстве. Или не знают. Если по сути и по факту они противостоят той или иной мере этой стороне, значит, они уже находятся в этом лагере. И ничем не отличаются от них, по сути. Единственное, чем они отличаются, тем, что... Степень, наверное. Просто не успели себя проявить. Не было такой ситуации, в которой они могли бы себя точно такой же степени проявить. В точно такой же мере проявить. История с водой. Имам Мусейн, алей салат ва салам, когда прибыл в это место, на эту землю, его остановил Хур-Рыбин-Язид со своим войском. И войско Хур-Рыбин-Язида, вследствие определенных причин, было без воды. То есть они прибыли туда без воды. А имам Мусейн, алей салат ва салам, он имел при себе воду. То есть они были... И увидев, что Хур-Рыбин-Язид, который препятствует ему продвинуться дальше, препятствует, увидев, что этот Хур-Рыбин-Язид... То есть я хочу сказать, что он с первых дней увидел в Хур-Рыбин-Язиде своего противника. Увидел человека, который препятствует ему. Увидел в его войске своих противников. То есть не было какого-то дружеского отношения или еще чего-то. Ни в коем случае даже была какого-то рода перепалка между имамом Мусейном, алей салат ва салам и Хур-Рыбин-Язидом. И здесь мы видим, что имам Мусейн, алей салат ва салам, угостил водой, последней водой, причем не только войска Хур-Рыбин-Язид, но и их лошадей они также напоили. Даже лошадей. И наряду с этим мы видим отношение обратной, с другой стороны. То есть здесь проявляются, проявляют себя обе стороны. Какая-то группа людей, караван останавливается трехтысячным войском. Трехтысячное войско обезвожено. Эти люди предоставляют ему воду. А потом трехтысячное войско, вооруженное до зубов, не согласно напоить детей и женщин. Детей и женщин. Потому что были такие случаи в этот день, когда просили воду именно для них. Чтобы хотя бы им предоставили воду. И мы не находим этому оправдания. Ни в коем случае. Мы видим уродство во всей его красе. Или же, например, события, которые мы видим в конце этого сражения. В конце сражения 10 числа месяца Мухаррам в день Ашры. Когда имам Сейн Али Сатва сам потерял всех. Ни один боеспособный человек уже не оставался с имамом Сейн. То есть не было ни одного боеспособного человека. Были только женщины и дети, или же больные люди. Люди, которые не способны были опять-таки держать оружие в руках. Когда имам Сейн Али Сатва сам остался один, он принял решение выйти на поле битвы. Напротив него 30-тысячное войско. Имам Сейн Али Сатва сам потерял своих сыновей. Потерял своих племянников. Как со стороны брата, так и со стороны своей сестры. Потерял самых близких своих друзей, самых близких своих сподвижников. Братьев в том числе. Да, совершенно потерял братьев, которых очень любил. Но при этом, выйдя на поле битвы в этом состоянии, мы что наблюдаем? Мы видим, что он идет в сторону войска. Это в истории очень хорошо описано. И даже передача говорит, что это было похоже на нападение льва на большую толпу кошек. Это то, что передает передачик. Это не мои слова. То есть, он, который видел эту картину, он говорит, что это было похоже на нападение льва на большую толпу кошек. Потому что, когда имам Сейн Али Сатва сам шел на них, они пятились назад. Пятились назад и уходили от него. Имам Сейн Али Сатва сам шел за ними. Но обратите внимание, 30-тысячное войско против всего лишь одного человека. Что они здесь делают? Они пытаются зайти с тыла. Для чего? Для того, чтобы сражаться с имам Сейн Али Сатва сам? Ни в коем случае. Чтобы напасть на женщин и детей. 30-тысячное войско. Представьте это. Нужно это себе представить. 30-тысячное войско пытается навредить ему, зайдя с тыла и напав на женщин и детей. Имам Сейн Али Сатва сам вынужден возвращаться в сторону палаты, в сторону женщин и детей, чтобы отогнать этих людей. Здесь Имам Сейн Али Сатва сам говорит речь. Речь, если у нас есть время, если еще время паузы не наступило. Еще три минуты. Горе вам о шииты семейства Абу-Суфьяна. Горе вам о последователе семейства Абу-Суфьяна. Если у вас нет никакой веры, никакой религии и вы не боитесь дня наказания, когда вы будете возвращены к Богу и Бог будет спрашивать с вас за ваши преступления, за ваши грехи. Если вы этого дня не боитесь, у вас нет никакой веры и религии, то имам Сейн Али Сатва сам говорит, то будьте хотя бы свободными людьми. Будьте просто обычными людьми, нормальными людьми, свободными людьми, свободолюбивыми людьми. Если у вас нет никакой религии, если вы не боитесь Бога, то просто обратитесь к обычным человеческим достоинствам, обычному человеческому самочувству собственного достоинства. А если и этого у вас нет, то если вы и на самом деле считаете себя арабами, как вы это утверждаете, то хотя бы обратитесь к обычаям. Священный месяц за них. Помимо этого, арабы не позволяли себе такие нападения. В целом, да. Если были у них какие-то определенные кодексы чести, имам Сейн Али Сатва призывает к этому. Почему призывает? Это я сражаюсь с вами. Я ваш противник. То есть они, женщины и дети, не являются вашими противниками. Что вам до женщин и детей? Это имам Сейн Али Сатва говорит. Так, помешайте. Остановите ваших преступников, преступивших пределы, грани, границы, от того, чтобы они нападали ле харами. Чтобы нападали на женщин и детей, чтобы они нападали на мое семейство. То есть имам Сейн Али Сатва последние секунды и последние минуты своей жизни заботился не о том, чтобы сражаться с ними. Потому что они убегали от него, заботился о том, чтобы они не позволить им приблизиться. Приблизиться, остался один. Нет никакого войска, нет никаких мужчин, которые способны держать в руках оружие. А эти люди... О чем это говорит? О низости этих людей. О невероятной низости этих людей. То есть мы любую минуту, любую секунду, которую обнаруживаем в Кирбиле или нападении во время молитвы. То есть это люди, это мусульмане утверждают, что они являются людьми, представителями халифа мусульман. То есть халиф это наместник посланника Аллаха. Имеющий такой же статус перед Господом в плане подчинения. Да, то есть это человек, который заменяет посланник Аллах и должен выполнять его миссию. То есть распространять религию, поддерживать религию, укреплять религию. А мы что видим в день Ашуры? Видим, что когда имам Мусейн Али Салам становится на молитву, мы здесь видим невероятный героизм сподвижников имам Мусейна Али Салам, которые прикрывают имам Мусейна его и тех, которые молились за ним своим телом, не позволяя, почему, что их вынудило? А вынудило то, что они не остановились даже в этом случае, нападали даже в этом случае. Курбан, что их сподвигло к этому? И как раз на этом вопросе, что их сподвигло на самом деле. Мы прервемся, не шала, тогда продолжим. Уважаемые те зрители, мы скоро вернемся. Мы снова в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, я так понимаю, вы продолжили, вы продолжаете, точнее, но явно на вопросе остановились, описание низости, скверности, подлости всех отрицательных, негативных сторон человеческой души, все, на что способна. Я так понял, тут даже дело не в человеческой, а по сути, в принципе. То есть дело не в том, что это одно существо только может так низко пасть, это в принципе самое большое падение, то есть выражение самого большого падения, отдаленности от Бога, отрицания Бога, и полные противоположности совершенствам, качествам, которые всегда описываются как божественные. Это на самом деле, вот несколько веков назад, я недавно думал об этом, если бы, допустим, век назад, два века назад, мы произнесли бы слово программирование, вряд ли кто бы понял, что это означает. Сегодня это слово прекрасно понятно, то есть по определенным причинам мы все прекрасно знаем, что значит программирование. Дело в том, что исламское учение, даже священный Коран, или же предание его святых, или его наместников, имамов непорочных, предание от них, даже если мы не понимаем глубинные смыслы порой, тех или иных слов, или тех или иных заповедей, но так или иначе, все это программирует, программирует человека на определенный нрав, в первую очередь, на определенный путь, на определенную этику, программирует. И точно так же программирует происходит и с другой стороны. То есть то, что, например, делал Муавия Ибин Абу-Суфян, и то, что делалось до Муавии Абу-Суфян, это все было программированием, даже если мы этого не понимаем. Даже если те люди, которые непосредственно участие принимали в этих событиях, даже если они этого не понимают, то на самом деле происходило программирование. Программирование, то есть именно формирование этого. И мы в Зиарате Аушрии это недвусмысленно видим со стороны, со слов непорочных имамов. То есть когда они говорят «Те, которые подготовили возможность вашего убийства». Что значит подготовили? Что, о чем идет речь? Речь идет именно об этом программировании. Мы никаких других оправданий здесь не найдем, никаких других объяснений просто не найдем. Что это за подготовка? Что это значит? Именно программирование. Его связанность пророку Мухаммад, салаллаху алейхи ва салам, заложил основы определенного учения, которое, если осознавать это учение в полной его мере, конечно же, это является величайшей милостью для человека. Но и неосознавание тоже является величайшей пользой для человека, потому что так или иначе программирует человека на определенную роль. То есть на подсознательном уровне? Да, совершенно верно. Человек может и не осознавать, и не понимать. То есть... То есть это формирует его личность? Формирует, совершенно верно. Формирует, возвышает его дух, впитывает его определенными ценностями, определенными кодексами и принципами. И точно так же, и то, что оставила его светлость правоку Мухаммаду, сам было перепрограммировано. Было перепрограммировано. И это и привело к этому событию. Это перепрограммирование, это переизменение направления этого учения. Оно всячески проявлялось. То есть нельзя сказать, что вот то, что они устроили в Саккифе, это привело к этому. Ни в коем случае об этом речи не идет. Дело не в Саккифе. Даже те люди, которые не признавали Саккифу, такие как Тальха и Зубейр, даже они занимались этим, сыграли роль в этом. То есть об этом можно очень долго говорить. Можно огромные тома книг написать, многие часы посвятить этому, как это происходило, как происходило изменение учения, его связывается с пророком Мухаммада, которое привело к этому событию. И что важно к этому уродству. Ведь это мусульмане. Они должны были обладать, они должны, не должны были быть наихудшими из людей в истории человечества. Понимаете, о чем идет речь? Если его святец пророк Мухаммад оставил какое-то учение, которое так или иначе возвышает дух, то по крайней мере они должны были бы остаться людьми. Ну а что мы видим здесь? Мы видим обратный эффект, мы видим, что пали они слишком низко. Это очень важно. Иметь в виду, что здесь в предыдущей речи, которую я прочитал со слов имам Мусейна, алисаттва, салам, его цитату, здесь его святец говорит «Вайлю кум яши ата али аби суфьян» «Горе вам о последователе из шииты семейства Абу Суфьяна». Я хочу обратить внимание на это высказывание. Это высказывание имеет определенную важность. Дело в том, что... Курбан, чтобы вы рассчитывали 4 минуты у нас где-то до конца. Некоторые люди утверждают, что те люди, которые принимали участие в битве с имам Мусейем, то есть те, которые противостояли имам Мусейна, алисаттва, они были шиитами. То есть шиитам в том значении, что в современном значении, мы когда говорим о шиитах, что мы имеем в виду, то и имеется в виду. То есть сторонник определенного течения ислама. В частности, некоторые шиитские, сами шиитские ученые так утверждали. В частности, мы видим в трудах покойного шайда Мутахари подобного утверждения. И очень часто, в первую очередь, ссылаются именно на шайда Мутахари. у него есть такая категория шиитов, которые являются убийцами имамов. То есть шииты – убийцы имамов, он говорит. И первым из этой группы он называет Мамуна Аббаситского. То есть Мамуна Аббаситский был шиитом, который убил своего имама. То есть, ну и, соответственно, говорят, что в Кирбиле то же самое произошло. Произошло то же самое. На что ссылается шайда Мутахари, когда говорит именно о событиях Кирбилы? Когда имам Мусейн Али, салат ва салам, был остановлен хуром и бен езидом, его светлость обратилась. Он ссылается, шайда Мутахари, ссылается на эту речь имам Мусейн Али, салат ва салам. Его светлость сказал, вы сами пригласили меня сюда. То есть, и на этом шайда Мутахари сделал вывод, что это те люди, которые его остановили и были теми, кто его пригласил. Соответственно, были шиитом, потому что те, кто подписал письмо, были шиитами и последователями Мусейн Али, салат ва салам, и последователями непорочного семейства пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салам. Но дело в том, что, я не знаю, как здесь выразиться, сказать, что это ошибка, одна из ошибок шайда Мутахари, или же сказать, что мы, может быть, не совсем точно поняли то, что шайд Мутахари сказал, потому что, ну какой шиит из Маммона Аббасидского? Давайте будем честны. Какой шиит? Он его называет шиитом. Какой шиит? Почему он называет его шиитом? Потому что он обнаруживает в истории дискуссии Маммона Аббасидского с суннитами, то есть с теми людьми, которые не признавали наместничество Алибн Аббаталия, салат ва салам. Он им доказывает, что нет, должен был быть, именно Алибн Аббаталия, салат ва салам, должен был быть халифом после послания к Аллаху, салаллаху алейхи ва салам. То есть на это ссылается. А этого достаточно, чтобы быть шиитом. И это означает, что-то означает, что тот или иной человек является шиитом. То есть какой-то такой теоретический разбор и какой-то дискуссии просто если человек придерживается определенного мнения, получается сразу как-то странно. Тем более Маммун, который пользовался разными хитростями в своей политике, в частности, мы знаем Аббасиды, то Мотазелитами были, то Аль-Аль-Хадис, Хамбалитами были, и когда были Мотазелитами, убивали Аль-Аль-Аль-Хадис, а когда стали Аль-Аль-Хадис, убивали Мотазелитов. Это похоже на то, как если бы мы с вами, допустим, даже чисто научная для научной пользы, скажем, если бы мы обсуждали атеизм и ислам, допустим, если бы один из нас выступал бы в качестве атеиста, пытался бы как бы что-то аргументировать, если бы эту сторону назвали бы атеистом, хотя на самом деле это не было его убеждением, просто озвучил. Да, совершенно верно, но опять-таки, какой из Мамуна Басидского шиит, а что касается ситуации с Уррой бенгизидом, когда они остановили имам Сейн Алей-Хадис, и имам Сейн Алей-Хадис сам говорил, что вы меня пригласили, то что, почему шаид Мухтагари, покойный шаид Мухтагари, упустил этот момент, что хур ответил, что кто, назови имена, которые написали тебе письмо, и когда имам Сейн Алей-Хадис, сам начал перечитать, он сказал, ни одного из них среди нас нету, нету, мы не знаем, кто это, мы не писали тебе письмо. Так что же тогда имел ввиду имам Сейн? Имам Сейн имел ввиду, что куфицы, то есть это народ, одна категория, что народ пригласил меня, что не эти конкретно люди пригласили, а что куфицы написали письмо, и из-за этого я пришел к куфицам, имам Сейн это имел ввиду, не имел ввиду, что конкретно ты, гур-рыбин-йазид, то есть объединяло их, гур-рыбин-йазид не был куфицем. И он к нему обращается. Да, то есть говорил, что вы, то есть это, куфицам имеется ввиду, что, опять-таки, мы должны понимать, что куфа и басра, это основные города Ирака, и они представляли, они были лицом Ирака, и как бы с этой точки зрения, то есть приглашая куфа, приглашая кого-либо своим правителям, приглашал не для куфы как таковой, а для Ирака как такового. То есть это как приглашать в столицу, например, в современном мире. Поэтому я не знаю, как Шаид Матари упустил это, или не хотел заметить это. То есть эту сторону не хотел заметить. И мы видим со слов самого имама Хусейна, что не было там Шаидов, там были Шаиды, семейства Абу Суфьяна, имама Хусейна говорит, здесь речь не идет о Шаидах, семейства пророка, о Шаидах, семейства Али, речь идет о Абу Суфьяне и его семействе, о Шаидах его семейства, последователях его семейства. Поэтому, на мой взгляд, да и тем более, Шаид Матари не был историком, специалистом в истории он не был, он был философом, мыслителем, исследователем. Исследователем был, но быть... Не имел специализации в истории. Да, совершенно верно. Он с другой точки зрения смотрел на историю, не исследовал ее как таковую в этих деталях. Поэтому, на мой взгляд, это ошибка и неправильно совершенно ссылаться на слова Шаид Матари, чтобы сказать, что да, вот шииты... Да, шииты были виноваты, но в чем? В том, что стратегию выбрали неверную. Знаете, это... Да, стратегия, я в двух словах скажу. Стратегия была в том, чтобы подождать, пока имам Хусейн, алейсалат ва салам, войдет в Куфу и потом взяться за его защиту. Они не хотели за Куфу и браться за его защиту, боясь, что будут разбиты полностью. Ну, чтобы убивать имам Хусейн, алейсалат ва салам или убивать его женщин или детей, нападать на... обезглавливать. Это шииты были? Это шииты делали? То есть, обезглавливали имам Хусейн, алейсалат ва салам? На вообще это знали его конями. Это противоречие. То есть, как может быть, само слово, лексически, если взять, сегодня мы не знаем, большинство людей не знают, лексическое значение слова Шиа, Шиаи, это последователь, приверженец. То есть, человек, беспрекословно, как вы нам сказали в прошлой передаче, беспрекословно, сто процентов следует по пятам. Но это уже противоречие. То есть, как может быть? Это явно логическое противоречие. Быть на с чем-то и отрицанием этого чем-то. Ну, тут ясно, либо он шиит, и тогда он не мог его убить, либо он его убил, и он не мог тогда быть шиитом. Это явное противоречие. Курбан, я понимаю, что у вас было бы еще что добавить, но, к сожалению, время уже закончилось, как несколько минут. Курбан, мы благодарим вас за очередную встречу, за разбор. Спасибо вам. И прощаемся с телезрителями. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok